Здравствуйте! В эфире программа «Республика» о главных новостях в Чувашии прямо сейчас в студии Татьяна Трофимова. Плюс 83 за сутки. В Доме правительства прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса. Нет маски – штраф. В столице проверили торговые точки на соблюдение масочного режима. Ключ к счастью. В Международный день семьи о любви и верности супругов Авакумовых. Еще у 83 жителей Чувашии подтвержден диагноз COVID-19. Это рекордное число для республики за все время наблюдений. Итого, по данным Федерального информационного центра в Чувашии, 1522 случая заражения коронавирусной инфекцией. При этом за сутки выписан 61 пациент. В общем, в регионе выздоровели 405 человек. Количество летальных исходов не изменилось. Их 8. Такая статистика по республике не позволяет двигаться в сторону отмены ограничений. Ситуацию сегодня обсудили на оперативном штабе в Доме правительства. Майские праздники не прошли бесследно. Республика вышла на пик по количеству выявленных положительных тестов на коронавирус. Участники оперштаба считают, что сработал фактор безответственности. Люди нарушили режим самоизоляции. И если в некоторых муниципалитетах ситуация более-менее спокойная, то в Маргаушском, Комсомольском, Шамуршинском районах зафиксирован резкий скачок. Прошу высказать Марпасадский район, Анатолий Аркадьевич, и подготовиться к Шамуршинскому району. Пожалуйста. Реально, да, по Маргаушскому на сегодняшний день выявлено СОС-9 с положительным результатом с коронавирусной инфекцией. 8 из них завершили лечение. На Дом улице 10 человек на стационаре, 1 человек умерло. Ожидалось, что ограничения, введенные в связи с коронавирусной инфекцией, будут сняты в три этапа. Но теперь об этом говорить рано. Ситуация в Чувашской республике нам не позволяет двигаться по режиму смягчения тех ограничительных мероприятий и режимов, которые в нами были ранее введены. А в некоторой степени даже, я думаю, что нам следует обратить внимание на более жесткие позиции по отношению к выполнению тех предписаний и санитарно-эпидемиологических норм. Прежде всего, ответственными должностными лицами, но и отдельными предприятиями, которые должны обеспечивать соответствующие процедуры. А пока действуют ограничительные меры, в поддержке по-прежнему нуждаются самые незащищенные свои населения. Очень мощно набрало движение по оказанию поддержки населению. Это волонтерское движение, это добровольческое движение, предприятия подключаются. Среди них есть и депутаты тоже. Но вот я думаю, что депутатов в этом процессе могло бы быть и больше. На заседании прозвучали некоторые цифры, характеризующие готовность местного здравоохранения к борьбе с инфекцией. Так, Республика по запасу коечного фонда выполнила план на 206%. В других регионах ПФО этот показатель значительно ниже. Есть 104 аппарата ИВЛ. Ожидается поступление еще 50. Развернуто 1257 коек для лечения пациентов. Под особым контролем руководства региона и вопрос денежной поддержки тех, кто на передовой. Метработники уже получили стимулирующие выплаты за март и апрель в полном объеме. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров Чуваши, исполняющий обязанности министра финансов Михаил Ноздряков. Всего выплаты получили 4 316 метработников. До 20 мая медики должны получить деньги уже за первую половину текущего месяца. На напряженном графике работает и служба социальной защиты. Работники у нас, завершая свой трудовой день, не покидают стационарные учреждения, не контактируют с внешним миром. Такой режим работы коснулся 31 организации. Работают в режиме изоляции 458 сотрудников. Еще одна важная тема – возвращение наших земляков в республику. 59 человек уже вернулись, еще 237 за рубежом. Двухнедельный карантин сейчас обязательное условие для всех прибывающих из-за границы. Навсегда находятся те, кто игнорирует требования. Мы затрачиваем вот такие усилия, и люди, пребывая на территории республики, не выполняют вроде бы очевидные нормы предосторожности. Конечно же, это вызывает серьезную озабоченность. Давайте организовывать будем его с тем, чтобы обеспечить и право граждан, а самое главное – в итоге безопасность и здоровье. Наталья Мальчикова, Андрей Шоклев, Республика. Обслужили покупателя без маски? Подпишите протокол о правонарушении. Ответственность за нарушение масочного режима, введенного в республике, лежит и на покупателе, и на продавце. И в том, и в другом случае предусмотрен штраф. Как соблюдают правила в торговых точках Чубаксар, проверили во время очередного рейда. Торговые центры в Чувашии полностью так и не открыли. Эпидемиологическая обстановка этого не позволила. Работают сейчас только точки с товарами первой необходимости – аптеки, продуктовые, парикмахерские. Остальные – лишь как пункты выдачи заказанных онлайн-товаров. Мы не работаем еще. Не работаете? Нет, пока еще. А чем занимаетесь? Чем занимаетесь? Чем занимаетесь? Я вот сегодня вышла, мне надо будет там товар пересчитать, хозяйка попросила. А так мы еще. Но хотя вот сегодня уже все принесли, что нужно было, да. Пожалуйста, тетрадочка. Здесь все написано, все. Продуктовые магазины сразу на входе предупреждают – соблюдайте дистанцию и носите маски. Но убеждает это не всех. Так как он не может сейчас, вот отреагировал очень сумбурно и отрицательно. То есть нам было повещено о том, что он не будет обслуживаться, но тем не менее его обслужили, получается, так? Но у нас никакого, что мы не обслуживаем покупателей без масок. Мы их предупреждаем, мы им рекомендуем приобрести у нас маски. С введением масочного режима любые торговые точки обязаны предоставить покупателям средства защиты, выдать их или дать возможность купить. Требование прописано в приложении к указу в Реуглавы Чувашской Республики под номером 92. 2.1.7. Требование. 2.1.7. Исключить приемы службами клиентов. В магазине «Пятерочка» по улице Университетская, дом 2, корпус 1, в торговом доме «Европа» выявлен факт обслуживания клиента без маски, на что нами сегодня составлен в отношении директора магазина «Пятерочки» протокол об административном правонарушении по статье 20.6.1 КОП РФ. Согласно этой статье предусмотрен штраф от 10 тысяч рублей до 50 тысяч рублей на должностные лица. Но лучше обойтись без штрафов и соблюдать вынужденные меры. Ирина Волкова, Юрий Марков, Республика. В Чувашии введены дополнительные меры, ограничивающие курение табака в отдельных общественных местах и помещениях. И все это для того, чтобы окружающие не страдали от табачного дыма. Нельзя будет курить в местах на открытом воздухе на расстоянии менее 15 метров, от входа в помещения органов государственной власти и местного самоуправления. Под запретом входные зоны перед помещениями, предназначенными для предоставления бытовых услуг, общепита, услуг торговли, помещений рынков и на парковках общего пользования. Вот эти ограничения, они очень важны именно в то время, когда идет пандемия коронавируса. И мы должны понимать, что это не борьба с курильщиками, это не война с ними, а это осознанная необходимость сохранить от заболевания наших близких, наших жителей. По данным экспертов, от легочных заболеваний ежегодно умирает более 300 тысяч человек. Это в три раза больше показателя смертности от внешних причин, например, ДТП, отравление алкоголем или убийств. Эта удручающая картина транслировалась в эфире канала «Россия-1». Ну что, я предлагаю начать осмотр страхи. Ей, видимо, досталось больше всего. Так, что же мы видим? О, смолы. Да, ничего себе. И это у вас страхи примерно то же самое. Дальше по бронхам пойдем в легкое. Ну, давайте взглянем. Ой, мокрота пенистая. Да. Вот примерно то же самое у ваших легких. Одна из распространенных теорий, что коронавирус обходит курильщиков стороной, оказалась не более, чем просто мифом. Как утверждают доктора, легкие курильщики уже ослаблены, и вирус быстро разрушает организм. Стоит вирусу попасть в легкие, как он начинает всячески разрушать дыхательные пути. У вас появляются рубцы, начинается кровотечение, появляется жидкость. Мембраны истончаются. Вам все труднее и труднее обменивать углекислый газ на кислород. Это результат хронического вдыхания никотина. Я говорю не только о курении, но и о вейпинге. По данным мониторингов Чувашии, за три года число курящих сократилось. В Минздраве надеются, что эта тенденция сохранится. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. На финишной прямой в Чебоксарах завершается строительство инфекционного стационара городской детской больницы номер 2. Когда планируют сдать объект, и насколько комфортными станут условия лечения маленьких пациентов, узнавал Рифат Фадкулин. Новый инфекционный корпус готов на 90%. Остались последние штрихи. Внутри завершается покраска стен и монтаж подвесных потолков. На улице идет установка ограждений и благоустройства территории. Уже работают системы водоснабжения, канализации, отопления, подключенное электричество. Установлена уникальная вентиляционная система. С каждой палатой индивидуально стоят фильтры на входе и на выходе. Соответственно, очищается воздух, охлаждается воздух, либо при необходимости подогревается воздух. Специфика инфекционного стационара предполагает не просто палаты, а изолированные боксы и полубоксы, в которых есть все необходимое для лечения маленьких пациентов. В каждой палате имеются выходы на кислород. Здесь будут установлены консоли. Это система вызова медицинского персонала. То есть нет необходимости выходить в коридор, приглашать медицинскую сестру или врача. Не забыли и про бытовые условия. Есть туалетная комната, холодильник, телевизор и мебель. Возведение объекта началось в сентябре 2018 года в рамках реализации нацпроекта здравоохранения. Сдать инфекционный корпус намерены в июне этого года, но могли бы и раньше. В ходе строительства выяснилось, что в проекте не учли важные моменты. За моей спиной находится теплый переход. Значит, был ошибочно запроектирован на втором этаже. Необходим был на третьем. Также лифтовая шахта одного из лифтов тоже находилась на втором этаже. Должна была на третьем. Ну и так далее. Для понятия уровня сложности, я должен сказать, что стоимость самого здания с отделкой, с кровлей, с окнами, с фасадом, с благоустройством, с подъездными путями составляет порядка 170 миллионов. Остальная сумма, тоже порядка 170 миллионов, это стоимость внутренних систем. Потоки больных детей будут четко разделены. Так, на уровне приемного отделения юные пациенты с кишечным синдромом не будут пересекаться с теми, кто заболел респираторными инфекциями. С учетом открытия этого корпуса, у нас число коек не меняется. Оно остается 140. Но в этом корпусе будет, значит, развернуто 50 коек. На сегодняшний день у нас функционирует, значит, приемно-диагностическое отделение, боксированное отделение, отделение острых респираторных инфекций, отделение кишечных инфекций и отделение реанимации. И все эти отделения укомплектованы медицинским персоналом. Это касается и врачей, и среднего медицинского персонала. То есть мы готовы открыться. В комфортных и современных условиях будут лечиться дети со всей республики. Рифат Фадколин, Валерий Рязюков, Республика. Раннее выявление болезни – залог успешного лечения, и это касается в первую очередь онкологии. Сфотографируя свою родинку, под таким названием республиканский онкодиспансер возобновил акцию по ранней диагностике меланомы. Если родинка вас начала беспокоить, срочно к врачу. Даже в условиях, когда поликлиники работают в особом режиме, вас примут без промедления. В рамках акции врачи разбирают случаи по фотографиям, которые присылают обеспокоенные жители. Онкологи и дерматологи внимательно изучают снимки, на основании которых и принимают решение – пригласить на личный прием или можно подождать. Мы изучаем анкету, которую они нам присылают, то есть это анамнез, затем смотрим на фотографии, то есть это цвет, наличие изъяснений в нем, и также, как говорится, сколько времени это образование у них имеется. В первую очередь нужно обращать внимание на темные пятна, то есть черные края, их могут быть неровными, окраска должна изменяться. Если подозрительных родинок несколько, их необходимо пронумеровать. Фотографии должны быть четкими. Врачи предостерегают – число заболеваний меланомой кожи неуклонно растет. К примеру, этот показатель в Чувашии за два года значительно вырос. Так что воспользуйтесь возможностью и проверьте свое здоровье. Пусть пока и дистанционно. Акция продлится до 20 мая. Сегодня временно исполняющий обязанности главы Чувашии поздравил всех жителей республики с Международным Днем Семьи. С супругами Аввакумовыми из села Янтиково Олег Николаев поговорил по видеосвязи. Более 70 лет вместе. Дмитрий Иванович и Екатерина Яковлевна вспоминают, как играли свадьбу в июле 1948 года. Дмитрий Иванович – участник Великой Отечественной войны. Награжден медалями за боевые заслуги и за отвагу. Его супруга – ветеран труда, труженица тыла. Во время войны работала в родной деревне. Воспитали троих детей. Династию Аввакумовых продолжают пять внуков и восемь правнуков. Количество детей имеет очень важное значение. То есть три – это, на мой взгляд, как раз та цифра, которая должна быть нормой для нашей жизни. Дмитрий Иванович и Екатерина Яковлевна – людей, которые прожили много десятков лет уже вместе и являются, я бы так сказал, ярким примером того, как надо держаться вместе, как надо преодолевать те, наверное, сложные ситуации, которые возникали в жизни. Ну и к тому же, ввиду того, что в силу возраста они через себя пропустили все тяготы военных лет и тем самым тоже получили дополнительные испытания в своей жизни. Самая большая радость для Аввакумовых, когда вся семья собирается в родительском доме за большим столом. Внуки Дмитрия Ивановича и Екатерины Яковлевны уже воспитывают своих детей. Примером служат дедушка и бабушка. Мы очень любим и любим нашу семью, ценности нашей семьи и родинцы. Любим очень собираться все вместе в нашем доме, когда мы собирались с сей четырьмя поколениями. Наши отец было радостно, дети приносили много радости в жизни. Дедушка, как и бабушка, в нашей семье, всегда старается дать местовер, со всеми переговорить, спросить о жизни. Олег Николаев подарил супругам памятные медали к столетию чувашской автономии. Пока виртуально. В ближайшее время их доставят в Янтиково. В столице республики прошел финал конкурса «Учитель года 2020». Его участниками стали 27 педагогов. Учителя математики, русского языка и литературы, физики, географии и иностранных языков соревновались между собой с апреля этого года. На первом этапе педагоги в течение трех дней в прямом эфире вели свои занятия. По его итогам семь педагогов прошли во второй тур. А сегодня состоялась презентация методик преподавания. Кроме того, на открытой дискуссии обсудили насущные проблемы отрасли. Все этапы испытания дошел до финальной части, уже победители. Отравлено, что в вашем лице происходит поднятие престижа профессии учителя. В настоящее время для нас очень важно и актуально. Александр Карпов преподает историю уже шесть лет. На конкурсе представил свою разработку «Веб-квест». Педагог считает, что это идеальный вариант для дистанционного обучения. Интересно, а главное – результативно. Действительно важно, может быть, подойти, найти подход к каждому. Может быть, он не имеет способности к истории общества, знанию. Он другого склада ума ребенок. Но у него есть творческие способности, есть какие-то коммуникативные. И поэтому надо тогда на это обращать внимание. То есть вот в этом сложность работы учителя. Оценивает работу Александра и остальных участников профессиональные жюри. В его составе победитель республиканского конкурса «Учитель года-2019» Ольга Физер. Мастерство, уникальные методики, коммуникабельность – все это важно для педагога. Но есть и другая сторона конкурса, считает Ольга. Мотивация, поддержка, доброе слово и улыбка в жизни играет намного больше, чем просто требования. Поддержка детей, поддержка конкурсантов, поддержка людей, с кем ты общаешься – это очень важная составляющая нашей жизни и нашего общения. Простого, человеческого, настоящего. Кто получит звание «Учитель года-2020» станет известно на августовской конференции педагогов. Победитель представит нашу республику на российском уровне. Юлия Важенина, Бахтияр Велиев, Республика. Коронавирус не помеха. Школьники пяти столичных школ продолжают работу над книгой памяти. Перед ребятами стоит серьезная и важная задача – собрать информацию о солдатах, уроженцах республики, пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны. Работа кропотливая, требующая большого внимания, но чрезвычайно важная. Ученики гимназии номер пять по крупицам собирают информацию о тех, кто ушел на войну и не вернулся. Первая книга памяти вышла в двух частях и содержала краткие сведения более чем о ста тысячах человек. Под руководством наставников ребята выясняют дальнейшую судьбу тех, кто пропал без вести. Работают с архивными данными сразу нескольких сайтов – «Подвиг народа», «Память народа», «Мемориал памяти», уточняя и перепроверяя каждую деталь. Очень хотелось подсчитать, потому что мне сдавали в виде таблицы найденные имена, то есть установленные судьбы. Мне хотелось точно знать, сколько мы сделали, но очень много. Поэтому я в среднем посчитала, где-то примерно около 8-9 тысяч солдат мы изучали, а из них половина, где-то 3500 с лишним установили судьбы этих солдат, без вести пропавших. Мы искали только без вести пропавших, потому что про них никто не знает. Это о них только-только рассекречили архивные документы. Иногда во время работы над книгой происходят удивительные случаи. Например, Катя Алексеева выяснила судьбу своего пропавшего родственника. Много новой информации узнала как раз-таки с этих сайтов. Узнали его жену, кто был его женой, где он похоронен, где он служил вообще, как его призывали. Труднее всего, по словам ребят, было искать людей с одинаковыми фамилиями, а еще мешали опечатки. У меня в книге памяти была ошибка. Человека звали Федоров Руфим Федорович. После долгих поисков я понял, что его звали Федоров Руфим Федорович. Из-за этого я и нашел информацию о нем. Какой книги памяти не было. В дальнейшем книгу памяти планируют переиздать, разумеется, уже с новой дополнительной информацией. Ребята доведут эту важную работу до конца. Валерия Друженец, Юрий Марков, Республика. Это новости пятницы. Хороших вам выходных. Берегите себя и своих близких. До встречи в эфире Национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok